Нравственно-духовному и эстетическому воспитанию студентов в филиале в ГИК относятся очень серьезно. В читальном зале библиотеки регулярно проводятся творческие встречи и выставки. Если несколько дней стены пустуют, то это воспринимается как что-то неестественное. Человеку, выбравшему профессию, связанную с кино- и видеосъемкой, надо уметь видеть, уметь замечать красиво, точно так же, как и художнику, владеть композицией. Это взгляд, как в окно увидеть историю и прелести города нашего. Что не может увидеть, может быть, простой человек, пройдя, вот он то прошел, посмотрел, но увидеть вот эту красоту и перенанную на картине. Открывая выставку народного художника России Николая Ивановича Барченкова, студентам рассказывали и об организаторских способностях живописца. Николай Иванович не только был ведущим художником, он был замечательным человеком и организатором. Дело в том, что он стоял у истоков создания организации нашей. В 43-м году, мы сейчас залом все у нас трудное время, представляете, вы помните, что война была, да? И он вместе с Беляевым устроили первую выставку в стенах трапезной в лавре. А эту выставку организовала дочь художника Наталья Николаевна. Представленные работы подобраны так, чтобы не только показать студентам старой Сергии в посад, тогда еще Загорск, но и научить видеть. Вот передо мной картина, лошадь стоит в сане, и лошадь ест сено. Я ее помню. Я помню, подошел и запахло от нее сено. Сено пахнет. От картины, написанной в масле, пахнет сено. Я смотрю вот на эту картину, я ее помню тоже. Вот снег. Это барчинский снег. Такого снега все пишут. Но он у него дышит, он у него мягкий. У него свежий. И вот дыхание этого свежего снега, оно тоже. Ну а почувствовать дыхание снега можно на выставке в течение месяца. Наталья Зайцева, Адзим Магомедов, День города.